Как прошло ЕГЭ по химии 24-го года? Просто отвратительно! Конечно же, я шучу. Экзамен 24-го года, по моему мнению, особо ничем не отличался от экзаменов прошлых лет. Я вам так скажу, некоторые задания даже были точно такие же, как в экзамене прошлых лет, потому что вся моя база заданий из реального ЕГЭ прошлых лет совпадала. Например, некоторые задания второй части были просто один в один. Экзамен 24-го года, не могу сказать, что очень вкусный, просто обычный. Моментами. Зараза такая была, зараза была ЕГЭ по химии, немножко расстроила некоторых ребят. А я забыла сказать. Меня зовут Татьяна Граева, я преподаватель химии для 10-го и 11-го класса в онлайн-школе Умску. И я собрала файлик со всеми заданиями, которые были на ЕГЭ по химии в этом году. Забирайте его в телеге, ссылка на мой телеграм-канал внизу. Особенно важно решать эти задания, потому что, как я и сказала в начале, задания прошлых лет просто повторяются в экзамене из года в год. Да, ну с некоторыми там новшествами, о которых я сейчас вам и расскажу. Что касается заданий первой части. Задание 1-3 уровень Добротина, то есть задание настроения атома на таблице Менделеева, на степени окисывания, валентности, все, вот все то, что было. Берете сборник вот с триколором и решайте, просто решайте, 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 и будет вам счастье. Единственное, что я заметила, в первых заданиях было очень много D-элементов, и проскок был во многих регионах, во многих вариантах был проскок электрона. Просто обратите на это свое внимание. Четвертое задание. В четвертом задании задание на типы химических связей и кристаллические решетки. Как в целом и было ожидаемо, были задания не только с определением типа связей и решетки, но еще и с описанием физических свойств. То есть нужно было по описанию еще допетрить, какая кристаллическая решетка, какие там типы связей есть, и ответить. Ну, например, выберите вещества, растворы, которые проводят электрический ток, и между молекулами которых образуются водородные связи. Вот две характеристики. Одна непосредственно про связи, а вот другая про физические свойства. Ну, вот такие вот формулировки. Они уже не новые, они уже были, просто еще раз обращаю ваше внимание на то, что физические свойства отдельных представителей надо все-таки понимать, знать и уметь размышлять. Дальше. Задание на неорганическую химию в первой части. Не было ничего необычного, чтобы я себе отметила, останавливаться на этом долго не будем. Что касается органики в первой части, также ничего особо удивительного, кроме трех моментов. Первый момент. Термины. Учите, пожалуйста, термины, которые описывают реакцию, по сути название реакции. То есть не учите, как гексан превращается в бензол, это тоже учите. Но знайте еще, что эта реакция называется, например, реформинг гексана, потому что ребята не знали, например, этот термин, и они не смогли угадать продукт. Просто угадать его было сложно, если вы не знаете, что такое реформинг. Дополнительно, вот эти все термины подружки-логопедов, я их называю, дегидроциклизация, дегидрогалогенирование, декарбоксилирование солей карбоновых, это все надо учить. Может быть, даже рэпчик начнем читать, да, с таким уж заходом. Учите, пожалуйста, название реакции в органической химии. Ну и их вставляют. Ну что тут сделаешь, да? Да, может быть, не имеет особого смысла в рамках написания реакции. Но это ЕГЭ по химии. Нам нужно, нам нужно встать и идти. Да, это придется понять, это придется принять, поэтому в своих конспектах, помимо самих реакций, да, пишите еще их название. Прощай, наша встреча была ошибкой. Второй интересный момент в органической химии. Ну, очень большое количество азотсодержащих соединений. В первой части, во второй части, ну, все. Забудьте про ким без аминов, аминокислот и пептидов. В каждом практически варианте, который мне присылали, где-нибудь были азотсодержащие соединения, причем довольно мощненько были. В чем проблема здесь? Почему я обращаю на это внимание? Азотсодержащие соединения, амины, аминокислоты и белки обычно у всех остаются на конец курса. И обычно их не успевают доучить. И идут с надеждой, что просто этих заданий не будет. Эти задания будут, они каждый год есть. Пожалуйста, не надейтесь на авось, просто учите теорию. Выучите это как можно раньше. Вот лето есть, учим аминокислоты и белки, потому что в школе-то вы их как минимум разбирали. Учите сейчас, учите. Ты что, с ума сошел? Да, кто сейчас переходит в 11 класс, разберите эту тему, пожалуйста. Чтобы потом в апреле нам не было грустно. Вот, в апреле и в мае. Далее, раздел химии и жизнь. Все, что касается жесткой воды, мыла и так далее, его не засунешь в задание там 13, 15, 16, но можно засунуть 24, как сделали в этом году. В этом году нам необходимо было знать, что стеорат кальция — это осадок. Остеорат кальция у нас образуется, когда мы используем мыло в жесткой воде, потому что в мыле у нас есть стеорат анион, а в жесткой воде у нас есть ион кальция. И у нас происходит осаждение, образование вот этих вот белых хлопьев в жесткой воде. Этот осадок, его нет в таблице растворимости, потому что стеориновая кислота не нужна в таблице растворимости. Но эта теория изучается в разделе жиры и мыла. Она больше относится уже не к органической химии, а как бы к блоку химии и жизни, потому что мыл, жесткая вода — это все оттуда. Поэтому читаем для общего развития, помимо базовых каких-то реакций, еще и что-то чуть-чуть отходящее от основной темы. Если вы готовитесь самостоятельно, читайте учебники. Просто 20 минуточек, что вы просто прочитаете и разовьете общее химическое мышление, вам роли не сыграют особо, а так хотя бы будет более спокойным. Продолжая тему общего развития, очень хочется для 25-го задания парочку слов сказать. 25-е задание. В этом году не было заданий на лабораторию, методы разделения смесей. Было много заданий на производство, применение и полимер-мономеры. 25-е задание. Ну вот тоже надо учить. Почему есть проблемы с 25-м заданием? Потому что обычно все теории по применению, по производству откидывают в долгий ящик, ее забывают, забивают на нее, и она остается также на конец курса. А в конце курса, простите, когда одно место полыхает уже синющим пламенем, ну какое учить производство и применение? Когда уже нужно жестко нарешивать пробники, чтобы вторую часть, да, там порешать? Ну не надо так. Почитайте раньше, почитайте не перед экзаменом за день, это производство, применение и так далее. Потому что было все, были и волокна, и капрон был, и лавсан был, и вискоза была, и все это было, и полимеры, и мономеры были, и название процессов, да, спрашиваешь, какой процесс ведет к образованию капрона, фенолформальдогидный смел, ну было это, было. Возможно, эти слова вам сейчас ничего не говорят, ничего страшного, и когда начнете готовиться, вы это узнаете. Просто не закидывайте в долгий ящик, и когда вы видите, что у вас не хватает химического кругозора для решения 25-го задания, из пробника в пробник, из пробника в пробник, вот вы уже 4 месяца решаете пробники, а у вас 25-е задание неправильное. Или вы решаете добротина, и всегда 25-е задание пропускаете, потому что не знаете, что это за слова, такие вообще, как там этот ацетон применяется, я еще до ацетона не дошел. Найдите себе где-нибудь вебинар, файлик, все применение для ЕГЭ, все производство для ЕГЭ, на ютубе этого вообще полным полно. И посмотрите это, потому что, ну, очень много было вопросов, поэтому учим, моему нюнечке, мои заранее учим все, потому что потом хочется сотку. Вторая часть. А вторая часть вкусная была. А вторая часть, знаете, какая была? Я называю это... Я не списывал, я просто взял то, что уже работает. Я так называю вторую часть в этом году, потому что большое количество заданий были просто взяты из кима в прошлых лет. Я знаю это не понаслышке, потому что я каждый год собираю эти задания, я смотрю на задания этого года, я понимаю, что мы это делали, что мы это решали на курсе, потому что я его вот-вот, я на него смотрю, я понимаю, что там даже иксы не переделывали. Я открываю свою папочку ЕГЭ-22, я открываю папочку ЕГЭ-24, и это идентичные задания. Я сейчас говорю про задания по большей части 32, 33, 34, ну, там цифры только поменяли. Поэтому, что касается второй части. Решаем задания прошлых лет. Просто, всегда, постоянно, всю жизнь решаем задания прошлых лет. И их в интернете можно найти, ну, естественно, преподаватели там сами, дают, кто собирает эти задания в интернете, тоже можно поискать. Я в телегу всё, что успела собрать, скинула. По 24-му году ссылка в описании есть, забирайте. В 34-й задаче ничего особо нового не было, какими-то новыми прям типами нас не баловали, было очень много растворимости. Были некоторые по классике уже, уже классические для нас электроны, уже классические для нас, там, олиум, кристаллогидраты и прочее. Это уже было не в новинку нового, чего-то супер-супер-дупер-классного не было, да и радостность. Андорфин, серотонин, всё, блин, у меня в голове сразу взрывается. Знаете что? Я очень рада, что, наконец-то, уже успокоились все в разработке вариантов по химии и просто дали нормальные варианты. Да, я не скажу, что они были простыми. Они были, ну, моментами, они были очень хорошие, очень бодрые, я бы их так назвала, очень плотненькие и очень потненькие. Но это не было гадание на кофейной гуще, это не был новый тип 34-й задачи какой-то, который ребята впервые видели, да? Такого не было. И спасибо на этом, спасибо, что этого не было. Потому что, наконец-то, экзамен по химии становится стабильным экзаменом. Всё, уже пару лет ничего не меняют особо. Ура! 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 Потому что экзамен хороший, экзамен уже и так в целом проверяет знания по химии. Как обычно, парочку-троечку скотских заданий в первой части, вторая часть повышенного уровня сложности, и все спокойно вот эту свою градацию нормального распределения, да, по средним баллам, они её получают. В целом, экзамен 24-го года очень сбалансированный. Первая часть сборник ФИПИ с тремя заданиями очень неприятными на потерю баллов, потому что, ну, нужно сбить количество стобальников. Не может быть по химии 500 тысяч стобальников. Это невозможно. Всегда будут вот эти вот, я их называю, задания естественного отбора. Эти задания естественного отбора, они всегда есть. Вторую часть решаем задания прошлых лет. Классические реакции. В 29-м, в 30-м задании были некоторые даже иногда прям, ну, прям смешные моменты. Но когда я увидела в 30-м задании на Дальнем Востоке выпадениями-то кремниевой кислоты, а не, там, не двойной гидролиз, там, не кислые соли, ну, я немножко прям, это, прям присела. Я думаю, реально, кремниевая кислота, ну, чуваки, ну вы чё? Вот, местами, ну, было смешно, было смешно. Но потом, как бы, к Центральной России уже выровняли сложность, там уже кислые соли пошли. В общем, экзамен Нормик. Чего-то удивительного не было. В органике очень много азотсодержащих, очень много азотсодержащих. Были варианты, где и 32-е задание завязано наполовину на азотсодержащих на аминах на аминокислотах, так ещё и 33-е на аминокислоты. Было очень много пептидов во второй части в этом году. Практически чуть ли не каждый. Вот каждый второй вариант, это либо аминокислота, либо её сложный эфир, либо пептид. Учите азотсодержащих, и будет вам счастье. Больше особо такого прям чего-то удивительного не было. 34-й как решали все типы, так и решаем в течение года. Ну и всё. Ребята, единственный совет. Начинайте готовиться раньше, начинайте гораздо это всё быстрее, да, наверстывать. И вот те вещи, которые я сегодня озвучила, на них, пожалуйста, сделайте особенный упор в следующем году. И всё. Не могу ничего, ну не буду пугать. Да, ребята расстроились. Были ребята, которые расстроились. Я вместе с ними расстроилась, правда. Потому что, ну, я понимаю, что некоторые вещи, но они совсем не очевидные. А догадаться до чего-то в стрессе сложно. Единственное, что мы сейчас можем с вами делать, это усердно готовиться. Поэтому начинаем готовиться. Для того, чтобы подготовка была максимально эффективной, подпишитесь на мой YouTube-канал, и будет вам счастье. Всё, мои хорошие. Всем пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok